здравствуйте ну томск нас сегодня опять совсем недавно мы делали несколько видео о том как директора клиники санте томской клиники екатерину фельдзингер буквально практически в бессознательном состоянии вынесли на носилках из следственного комитета томской области вот вы сейчас видите это видео вроде как руководство следственного комитета сказала что это симуляция представляете у следователя который вела следственные действия беловой татьяна максимовна хватает компетенции чтобы разобраться симулирует ее подопечный или нет так вот сходу и не пускать даже скоро потому что скоро еще приехала и и как говорю адвокат не пустили эту скорую сначала следователь татьяна максимовна не пустила а потом когда уже совсем человеку плохо все-таки она решила что нужно как-нибудь может быть не так своим чувством доверять до что все-таки может не хватать и компетенция и пустили все-таки скорую вот в результат виде давайте послушаем что говорит юрист федор трус вы знаете вот это совсем не смешно я не буду говорить про статью 164 уголовно-процессуального кодекса который говорит что при производстве на следственные действия недопустимо создание угрозы жизни здоровья лицам участвующих в следственном действиях и обвиняемый такое же лицо нельзя проводить следственные действия с угрозой жизни здоровья нельзя не пускать к нему врачей которые приехали выполнять свой долг для того чтобы да иногда может понадобиться госпитализация это вопиющее нарушение основных прав и свобод гражданина человек знаете я бесспорно считаю что по данному факту по данной ситуации должна быть проведена проверка в порядке статей 144 145 УФК относительно наличия в действиях следователя признаков преступления предусмотренной статьей 286 уголовного кодекса это превышение должностных полномочий реально создана угроза жизни здоровью человека обвиняемого а что будет дальше к батареи прикуем показания выбивать будем я остается только надеяться что по данному делу будет проведена проверка не просто как обращение гражданина не просто прокуратура пальчиком помашет а в отношении следователя будет проведена полноценная проверка и в отношении его прим правильное процессуальное решение я считаю что все признаки 286 статьи уголовного кодекса здесь на лицо и вот уже год как врачи клиники санте томской клиники сидят в сизо евгения семенова софи мазейна со 159 мошенничество там проблема там нет ущерба а это основная это составляющая часть этой статьи этого преступления мошенничества а по 238 оказание услуг несоответствующим правилам безопасности нашлось из всех больных которые прошли до которых успело дотянуться следствие только трое которые как-то согласились быть пострадавшими по версии следствия оказывается что люди больные онкологии больные и становилось легче не потому что их лечили так как нужно лечить или вообще лечили это такая мобилизация внутренних сил организма и даже такой серьезный диагноз как онкология внутренние силы могут как-то побороть то есть представляете вот врачи там какие-то консилиумы собирают докторские защищают какие-то лекарства испытывают не надо обратитесь к следователям следственного комитета потомской области они вам быстро объяснят причем доступно внутренние силы организма вам помощь зачем эти лекарства процедуры внутренние силы организм вот и все и в томске новая проблема хотя она не новая конечно проблема старая она вообще всероссийская это дороге дороге в томске это больной вопрос но тут он стал еще больней асфальт прям в центре города на центральных улицах сняли а положить его как-то забыли даже прокуратура взялась уже за это вопрос правда без семёнов но я думаю как-нибудь справится без семёнов да что там прокуратура даже сам губернатор выбирает асфальт вот вы видите он выбирает вот выберут асфальт и все хорошо будет все вопросы будут решены когда-то губернатор уволил своего зама лебедева который вроде бы этими вопросами всеми занимался и решил по всей видимости что он сам выбирает асфальт сам заняться ну как-то пошло не очень а дороги это особая вещь если вы вообще хотите узнать экономический статус региона насколько он успешен посмотрите на дороге если дороги примерно такие как в томске значит с экономикой все не очень хорошо томск же когда-то много раз об этом говорили для когда-то гордость всего советского союза на по экономической мощи где сейчас все эти предприятия 38 если не ошибаюсь было сейчас там жилищные комплексы торговые центры вещь нужная конечно безусловно но почему за счет экономики делается это все это как по отработанной схеме обанкротить купить подешевле продать подороже занимаются это все известные нам люди это алексей вавилов ренат аминов князев левашов это такая команда неприкасаемых эдуард голожинский там еще есть это чиновник это государственный служащий эдуард голожинский это ректор томского государственного университета эта фотография 2014 года это фото с восхождения в алтае на гору белуха здесь голожинский алексей вавилов он кстати это все оплачивает а там еще присутствует министр образования дмитрий ливанов тогдашний министр образования вот уже как бы налаживали связи и вот эдуард голожинский уже больше десяти лет ректор томского государственного университета можно сказать что вложения алексея вавилова окупились и вот скоро скоро мы уже ожидаем начнется реализация огромного проекта стройка студенческого кампуса сколько там 50 миллиардов да кажется где-то вот так вот плюс минус бюджет засекречен ибо нефига а что касается кампуса хотя к ректору обращаюсь голожинском мы же вам уже показывали замечательное место вот в центре города на месте исправительной колонии уберите исправительную колонию куда-нибудь чтобы она не смущала студентов а то знаете они выходят после учебы и картина не очень перспективная а так они будут выходить и видеть студенческий кампус все студенты которые будут там учиться будут там жить в этом кампусе будут вас вспоминать добрым словом и все забудут что здесь когда-то на этом месте была исправительная колония а сейчас смотрите какое замечательное место для студентов ну что лучше исправительная колония центре города практически или кампус для студентов ответ очевиден очень интересно что в этой команде неприкасаемых очень такая разношерстная компания тут и голожинский и князев это люди-то ученые ну и есть и левашов ну тут уже более такая силовая поддержка опыт у него уже есть немалый причем вавилов амин это уже такое знаете связь с административным ресурсом и вот такая троица ум сила и административный ресурс с такой троицей можно таких дел натворить в общем то собственно говоря что они делают в томске творят дела бизнес делают ну и кого надо окормляют может быть новый полицейский главный который пришел вот совсем недавно в томскую область александр никульников может быть он что-то увидит если фсб ничего не видит и другие органы прокуратуры в том числе и следственный комитет может быть он обратит внимание у нас есть список похождений допустим рената аминова да можно в принципе почитать его интервью которое он давал недавно журналистам там рассказывает о своем бизнес-пути непростом как он дружественно поглощает предприятие а что такое дружественно погладить но не мне вам объяснять подешевле купить обанкротить подешевле купить и продать подороже ну а потом или там можно жилищный комплекс построить торговый центр а предприятие да бог с ним с этим предприятием который работал когда-то и рабочие места тысячам давала главное же что у нас правильно это заработать у нас есть список небольшой такой ну как небольшой вообще-то листа 3 всех подвигов рената аминова которым так или иначе причастен все же это можно посмотреть проверить в департаменте управления муниципальной собственностью администрация города томска все доказательства там есть пусть им возьмем объект контур он сам рассказывает про него как он обанкротил и сам себе практически продал за 12 миллионов а потом перепродал за 70 миллионов прибыль считаете сами мы не только собираем подвиги рената аминова ну там все вместе там и алексей вавилов там и князев и львашов и примкнувший к ним галажинский мы всю эту информацию собираем и может быть я уверен что когда-нибудь это будет она кого-нибудь дезинтересует ну компетентные органы чтобы не просто вот мы говорили говорили а чтобы ее проверить но и дать ход определенным событиям которые там отражены в этих документах и все вот это понимаете то что у вас подследственных выносит из следственного комитета практически в бессознательном состоянии и то что слой асфальта сняли какой-никакой может не самый хороший был но стал то еще хуже а положить то ли забыли то ли деньги кончились то ли подряд не тому отдали ну кто его там сейчас разберет только от прокуратура сейчас этим делом занимается без семенова ну как-нибудь справиться наверное дело врачей которым если бы серьезно подходить развалило бы еще даже не начавшись но смотрите год уже врачи сидят год петицию написали коллеги врачей онкологов написали петицию президента потому что они не верят что в томской области можно вообще что-то решить даже с такой доказательной базы которые есть у следствия все равно следствию прям кровь из носу нужно чтобы это дело ушел в суд ну а там соответственно получил обвинительный приговор потому что мы уже говорили что это дело на самом деле не против врачей а против татьяны соломатиной депутата государственной думы который когда-то была владелицей этой клинике сейчас ей владеет и директор дочь екатерина фельдзингер и к сожалению все хорошо то только на бумаге все хорошо только на картинке но как только вот немножечко за эту красивую ширму посмотришь там и дороги там и и следственного комитета подследственных выносят практически в бессознательном состоянии и предприятия которые когда-то гремели на весь союз сейчас от них только одни имена то и остались это их то скоро забудут а на самом деле когда приезжаешь в томской область вот тебя встречают вот такие вот дороги и это не частность это следствие того всего что происходит томской области до свидания